Итоги уходящей среды Что там увидели? Правильная тактика. Известное австрийское издание рассказало европейцам о белорусском варианте борьбы с COVID-19. Что написано в статье? Шумахер под градусом. Бобруський лихач проехал на красный свет. За управление транспортным средством лесом, находящим в состоянии опьянения, предусмотрена административная ответственность в размере от 50 до 100 базовых величин. Что еще грозит нарушителю? А также жировка за январь, цены на лекарства и суд над топ-менеджерами. Сегодня началось разбирательство по уголовному делу Белгазпромбанка. Кто уже признал вину? В Беларуси выздоровели и выписаны 261 568 пациентов с COVID-19. Зафиксированы 272 273 человека с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 4 миллиона 715 тысяч 699 исследований. Такие данные приводят Мездрав. Президент Беларусь Александр Лукашенко не стал вводить карантин и останавливать жизнь в стране из-за пандемии и оказался прав. Об этом пишет австрийская газета Watchenblick. Цифры доказали, что он был прав. К огорчению ярых сторонников локдауна. Журналисты издания отмечают, что введение жесткого карантина как единственной возможной меры противодействия распространению коронавирусной инфекции всегда сопровождается игрой в статистику. Так, чтобы заставить население прятаться по домам, СМИ постоянно твердят о количестве умерших от коронавируса. Беларусь выделяется на этом фоне. Жизнь с коронавирусом там выглядит иначе, сообщает газета. До самого мужского праздника в году осталось совсем немного. 23 февраля Беларусь отметит День защитника Отечества, по традиции, в преддверии которого с армейской жизнью знакомят будущих воинов, школьников. 2021-й не исключение. Сегодня свои двери открыли 147-й зенитный ракетный и 83-й инженерный аэродромные полки. Для восьмиклассников 11-й школы сегодня день, прямо скажем, необычный. Вместо уроков знакомства с армией. Ребята в гостях у 147-го зенитного ракетного полка. Казарма. Первая точка маршруте не случайная. Расположение – любимое место солдат. Здесь можно телевизор посмотреть, почитать газеты или книги и, конечно же, поспать. В общем, отдохнуть от армейских будней. Единственное условие – не нарушать распорядок дня. Следующая точка – парк техники. Перед ребятами ЗРК ОСА. Боевая машина полностью автономна и способна самостоятельно обнаруживать, опознавать и поражать воздушный объект в любых погодных условиях. Это современность. Об истории здесь тоже не забывают. На базе воинской части создан музей. Здесь можно найти ответы на самые разные вопросы. Когда был создан полк, что стояло на вооружении, фамилии командиров и лучших солдат. В преддверии Дня защитников Отечества и Вооруженных сил представителями воинских частей Бобруйского гарнизона проводится комплекс мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся в учреждении образования города Бобруйска. Этот комплекс включает в себя как проведение уроков мужества непосредственно в учреждениях образования, так и проведение экскурсий на территории воинских частей. Мне очень понравилось дружелюбие инструктора, понравилось оружие. Служить пойдешь в армию? Конечно. Как настанет время, так сразу. В 83-м инженерном аэродромном полку сегодня тоже день открытых дверей. Только вместо экскурсии Спартакеада. Участники – сборная медицинского механико-технологического колледжа и команда воинской части. Всего 30 человек. Все конкурсы на армейский лад. На время надевали костюм химической защиты, заряжали и разряжали магазины. Не обошлось на спортивном празднике и без творческих номеров. 15 февраля в Беларуси стартовал республиканский проект «Я служу». Задача этой акции – сформировать у молодого поколения понимание необходимости службы в вооруженных силах Республики Беларусь. Спартакеаде проигравших нет. Победила дружба. Участникам – грамоты и сладкие подарки. Максим Кемель, Андрей Богдин, Максим Галеонго, Бобруйск, 360. Тем временем стала известна программа праздничных мероприятий в Бобруйске, посвященных Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Беларуси. Уже 19 февраля во Дворце искусств пройдет концерт. Начало в 16.00. Номера на главной сцене города покажут лучшие творческие коллективы. По традиции дадут дань памяти и солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Возложение венков и цветов к мемориалу воинам-освободителям состоится на Минской 23 февраля в 10.30. А уже в 11 часов – торжественное прохождение воинов Бобруйского гарнизона на Площади Победы. Безопасный дизайн, словарь Колоса и сумма коммуналки. У белорусов потяжелели жировки, что подорожало. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Минжелкомхозе рассказали об изменении платы за ЖКУ в январе в связи с похолоданием. В ведомстве заявили, что прибавка за отопление из-за низкой температуры воздуха может зависеть от ряда факторов, в том числе от площади квартиры, места расположения дома, его энергоэффективности, региона проживания. В министерстве уточнили, при возникновении вопросов по начислению платы за январь этого года нужно обращаться в расчетно-справочный центр по месту жительства. Профсоюзы и сенаторы продолжают мониторинг цен на лекарства. Напомню, Минздрав рекомендовал снивелировать повышение НДС на 10% снижением торговых надбавок. Мониторинг показывает белорусское лекарство дешевле, чем иностранные аналоги. При этом ничем не уступают по качеству. Все препараты остаются доступными для потребителей. На контроле также стоимость продуктов на полках магазинов. До конца года рост цен на социально значимые товары не должен превысить 4,9%. Верховный суд не поддержал ходатайство защиты Бабарико об отводе судьи. Сегодня началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка. Бывшие заместители председателя правления, 6 человек, напомним, дали признательные показания и заключили досудебное соглашение со следствием. Экс-председатель правления банка Виктор Бабарико вину не признал. Его обвиняют в получении взяток и легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере. В Беларуси объявлен конкурс на лучший дизайн цветовозвращающей одежды и аксессуаров. В нем могут участвовать молодые авторы от 14 до 31. Для этого они должны отправить свой вариант креативного макета на электронный адрес, который вы видите на экранах. Конкурсные работы принимаются до 15 марта. Жюри проголосуют за лучший дизайн, затем его пустят в производство. Цветовозвращающую продукцию изготовят на предприятии, где работают люди с инвалидностью. В стране планируют издать словарь языка Якуба Колоса. Масштабная исследовательская работа сейчас ведется в Национальной академии наук. По словам специалистов, она будет иметь большое значение для развития не только белорусской, но и славянской лексикографии. По итогам научных изысканий, письменное богатство Колоса будет представлено в пяти домах. Проигнорировал запрещающий сигнал светофора. В Бобруйске поймали нетрезвого водителя. Очевидцами нарушения стали инспекторы ДПС, которые осуществляли негласный контроль за безопасностью дорожного движения. Информацию передали ближайшему наряду ГАИ. Мужчина был остановлен. Водитель Ситроэна пояснил, что его автомобиль не остановился, потому что скользко. После непродолжительного общения инспекторам стало ясно – нарушитель пьян. Его освидетельствование показало наличие 0,7 промилле алкоголя. За управление транспортным средством в лесу, находящемся в состоянии опьянения, предусмотрена административная ответственность. В размере от 50 до 100 базовых величин. С решением управления транспортным средством сроком на три года. За повторную такую же езду предусмотрена уголовная ответственность. С 1 марта ответственность для лиц, которые управляют автомобилем в состоянии алкогольного пьянения до 0,8 промилле, включительно, повлечет наложение штрафа в размере 100 базовых величин с лишением права управления на три года. Свыше 0,8 промилле – штраф 200 базовых с лишением на пять лет. Внимание, автомобилисты! 18 февраля будут проводиться работы по уборке снега с проезжих частей улиц города. К ним относятся советская, социалистическая, московская, проспект строителей Сикорского, Бахарова. Госавтоинспекция рекомендует водителям быть осторожными и соблюдать меры безопасности. Не оставлять свои транспортные средства на проезжей части. Спецтехника работает в сопровождении ГАИ. Сразу после нас, телеверсия пресс-конференции мэра Александра Студнева, председатель Бобруйского гора исполкома, подведет итоги Всебелорусского народного собрания и расскажет о своих впечатлениях. Не пропустите! Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова